Первенство Владимирской области Добрыня Владимир, Киржач ТВ 4-0, уверенная победа Хозяев поля С нами Владислав Латышев Влад, привет Какие впечатления после матча? Хорошие На самом деле, правда У нас прошлый матч Со второй командой Киржача Стал переломным Пока что У нас была череда дурацкая Неправильная, так сказать Для нашего футбола Когда у нас три игры Одно очко Такое себе Стал переломный момент И сегодня мы это доказали Сегодня Как и должны были, обыграли 4-0 Уверена Могли еще больше, конечно, забивать Но Как-то так Можно ли говорить После вот этих двух матчей С Киржачскими командами Что вы вышли из кризиса? Из игроку выходят? Ну, нет Нельзя Потому что Впереди еще очень много матчей И мы с каждым матчем Будем доказывать это Либо доказывать обратное Но надеюсь, что все-таки Как я уже и сказал Матч предыдущий с Киржачом Стал переломным Мы немножко собрались И больше не будем допускать Тех ошибок, которые допускали В тех предыдущих трех матчах Надеюсь, все-таки Мы сейчас свою игру Как-то Поймали Наверное, нашли Начали действительно играть в футбол А не в то, что Во что мы играли До этого И Будем доказывать С каждым матчем Все больше и больше Надеюсь, победы будут Все увереннее и увереннее Пока Пока по динамике хорошо 1-0 с Киржачом Да, обычным 4-0 с Киржачом ТВ Дальше буду смотреть Именно ты стал Человеком, который забил гол В Киржаче Мне не удалось поехать Поделись эмоциями От того матча Да, я в шоке был На самом деле Не знаю Новая позиция у меня была В матче с Киржачом У нас очень все тяжело С составом У нас кто-то болеет Кто-то на травме Кто-то еще что-то Кто-то просто не ходит И У нас Иван Андреевичу приходится Как-то варьировать состав И вот ему пришла Такая безумная идея Поставить меня в центр Хотя до этого Все три года Там или четыре Да Вообще в целом Пока добры не существуют Я играл слева И для меня это была Привычная позиция И когда на тренировке Перед игрой Он мне сказал Что ты играешь в центре Я, конечно, был В шоке Думал, это шутка его Ха-ха Вроде 1 апреля прошло Но суть в том Что он поставил Он как-то, наверное Надеюсь, что он Не от безысходности Меня поставил А потому что увидел Что я могу Принести пользу На этой позиции И не прогадал Как-то я там Раскрылся Для себя То есть я стал более Более открыто играть Более уверенно Для себя Хотя бы с мячом работать Если я на фланге То есть у меня была Главная задача Принять, побежать И отдать То здесь Немножко задачи другие Я вроде как Перестроился А это получилось Выдал игру неплохую Как итог забил Ну, был восторг Наверное Внутренний какой-то крик Я в целом Такой не очень эмоциональный На поле человек И когда я забил Я сначала вообще ничего не понял И думал Ну, я праздновать особо не буду То есть круто Давайте продолжаем играть Но меня изнутри разорвало И я Как-то даже там Что-то подпрыгнул Припрыгнул Не помню В общем Эмоции были вообще отличные И ради таких эмоций Стоит играть И побеждать Такие победы вообще Самые, наверное, ценные Когда в один мяч Ты приносишь победу И ты понимаешь Что Итог игры Он исходит От качества игры То есть мы действительно Провели отличный матч Сегодня также мы провели Хороший матч А если провели отличный Был бы еще другой Провели хороший матч Переиграли соперника Как итог 0-4 Вратари молодцы у нас Пару раз вытащили Защита вообще шикарная Ты вспомнил Да Об экспериментах Тренерских С зоны инсайда Да То есть Если я правильно помню То в Суздале Еще Никита Стригин Играл инсайда Начинал Да Теперь ты Скажи Добавило ли качество Это изменение Ну Не будем говорить Оно там Вынуждено Не вынуждено А вот Добавило ли качество Вот в конкретных играх Такая перестановка На твой взгляд Я думаю Да Вообще В целом Я Какой я плюс Вижу в том Что он меня В центр перевел Во-первых Никита Все таки Он наверное Больше левша Чем правша И ему Удобно Удобнее играть Слева То есть Он вообще В целом Двуногий Он может И слева подать И при желании Сместиться в центр Пробить справа То есть У него это получается И ему это сейчас Удается Плюс Фалин у нас Пришел Играет справа И вот сегодня Прямо Он меня очень приятно Удивил Молодец Он боролся У него все получается И это как раз Один из плюсов Который я вижу В том Что меня перевели В центр А для меня Плюс То что у меня Конкуренция другая Уже немножко То есть Если я слева играл Я понимал Что Вряд ли кто-то Может со мной Посоревноваться Не потому что Я там какой-то Профессионал Или хорошо играю А потому что Просто дефицит То есть Некого ставить На мою позицию Поэтому Я играл И был спокойный Я особо не развивался А здесь Меня перевели в центр И я понимаю Что у меня уже Больше конкуренции Я понимаю Что Уже другая Немножко борьба Другие какие-то Задачи И для меня Это толчок вперед Я сейчас На тренировках Больше выкладываюсь Больше думаю Головой Не просто Беги Вперед Подавай А уже Пытаюсь С поднятой головой Играть Чему мы Детей В школах Учим В целом Я сам так Не делал А сейчас Приходится Вот Это круто Для меня Это прям Толчок вперед Ваня Спасибо за это Замечательно В том Что мы Мы Перешли В Валя 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 Здесь уже Можно катать Перекатывать С фланга На фланг Но это тяжелее Потому что Все таки Есть какие-то Неровности На поле И приходится Ждать отскока Какого-то Не зависящего От тебя Просто Ну поле Такое То есть В Суздале На Спартаке Такого не было И это Огромный плюс Для Как раз Суздаля Огромный плюс Для Владимира То что Во-первых Болельщики Приходят К нам Владимирские Да И там Кто-то Может вырываться Из Суздаля Приезжает в Суздаля Потому что В основном Когда мы играли В Суздаля У нас были Суздальские болельщики Ну какие-то там Ярые Из Боголюбова Приезжали дети И так далее Вот Здесь Огромный плюс Болельщики И плюс В том Что сегодня Дикая жара была И я представляю Что было бы Если бы мы играли На Спартаке У нас бы горели ноги Потому что там Искусственное покрытие Резина Всякая такая Тема Здесь проще Играть в плане В плане поля Как оно нагревается В плане перекатов Сложнее Но у нас Тренировки проходят Здесь В целом Мы для этого И тренируемся Чтобы привыкать К полю И Огромный плюс В том Что мы играем Там где тренируемся То есть Суздале Немножко По-другому было Когда люди Тренировались Здесь на настоящем И переходили играть На искусственное Ну Такое себе Хорошо Твой личный выбор Владимир Суды Юность Юность Нет Честно Хорошо Владимир Наверное Ближе Проще И Доступнее Для других Я думаю С понедельника 12 июля Во Владимирской области Вводится новое Коронавирусное ограничение Это затрагивает И спортивную сферу В том числе Скажи Как это Отразится на команде Что ли Да Чего ребята Говорят Что думают На этот счет Мы особо Не разговаривали На эту тему Я там Мелько Может кто-то Что-то сказал Мысли Неоднозначные На самом деле Кто-то Говорит Что ну Значит С футболом Завяжем На это время Кто-то говорит Ну значит Там В мини-футбол Уйду Больше Играть Чтобы там Не терять Хоть какой-то Спортивный Настрой Да Футбольную Концентрацию Не знаю Это Коронавирус Он Прямо Все планы Портит Не хотелось бы Чтобы все Так вот Произошло Чтобы все Закрылось И мы без спорта Сидели Потому что Это сложно Не знаю Но мне кажется Большинство В команде Больше наверное Работать Начнут И Играть В мини-футбол Скорее всего Чтобы поддержать Форму Но есть люди Наверное Которые Просто такие Ну нормально Значит два выходных У нас будет В целом Будем на даче Ездить Там шашлыки Жарить И так далее Хорошо Давай Закончим На позитивной ноте Сегодня победа Три очка Наверное Еще поднимемся С таблицы Осталось Три игры До конца круга Это два выезда Невский Ворша Покров Ника И домашний Кольчугин Металлург Два Скажи Просто твой прогноз На Итоги Первого круга Какими мы будем В таблице Ну да Ориентируемся Ну скажу Два исхода Первый Оптимистичный Мы будем на первом Второй Более реалистичный Будет зависеть От нашей игры Если мы сыграем Так как мы умеем Так как мы сейчас Настраиваемся То я думаю В этих трех играх Минимум очков Потеряем И будем как можно выше То есть второе Минимум Вот Если Опять поплывем Почему-то Зачем-то То Ну Давай так В тройке точно будем Вот Надеюсь чем Надеюсь будем выше Хорошо Ты оптимист Или реалист По жизни Я реалист По жизни Отлично Спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»!